Всем добрый день, друзья! Ну что же, мы приехали с Вьетнама, привезли кучу подарков, продуктов, лекарств, фруктов. Сейчас я вам покажу, а что же мы привезли. Посмотрите, сколько всего в этот раз мы привезли. Вообще, Вьетнам такая страна замечательная, нам всё очень понравилось. И море отличное. Когда мы приехали, как раз был сезон, бархатный сезон. Волн таких не было. И вообще море было отличное, погода была солнечная. Еда очень вкусная, продукты замечательные. Всё по доступным ценам. Особенно нас шокировали цены на фрукты. Это манго, это маракуйя, драгонфрукт и многое-многое другое. Мы привезли, конечно, манго, привезли маракуйю, потом мангустин. В общем, фрукты я не буду показывать. Мы уже всё это раздали, потому что фрукты – это скоропортищий продукт. Единственное, я скажу, манго у них очень дешёвое. Манго на базаре, который находится за нашим отелем, в шаговой доступности. Ну, где-то минут, наверное, 15-20 ходьбы. Манго можно взять за 10 донгов. Но мы брали на первой линии, это в центре. В общем, манго мы взяли по 12 донгов, по 15. Там же мы взяли маракуйю. Маракуйя стоит где-то 15 донгов. Единственное, подороже, это было, конечно, мангустин. Мангустин у них, видимо, не сезон, поэтому они были в пределах 70 и 100 донгов. Так, сейчас я вам покажу и расскажу о продуктах, о лекарствах, какие мы приобрели. Капли для глаз. Я взяла себе капли. Заказы у меня подруга взяла. Вот эти капельки. Значит, от сухости. Я им уже пользуюсь. Замечательные капли. Сейчас я покажу, как выглядят. Так, в общем, выглядят эти капли. Замечательные, мне понравились. Затем витаминные капли для глаз. Вот так они выглядят. Тоже это на заказ себе взяла. Себе я также взяла вот такие антибактериальные капли для глаз. Взяли гинкобилобу. В пакетиках. Стоит на наши деньги 2,5 тысячи тенге. А здесь сколько пакетиков? Здесь 10 пакетиков. По 10 грамм, что ли. Ну, это для мозгового кровообращения. Содержит магнум, гинкобилобу экстрат. В общем, очень хорошая вещь. Рекомендую. Так, конечно же, не обошлось без вьетнамской звездочки. А как же без нее? В этот раз я решила взять не маленькую, которая очень тяжело открывается, а вот такую побольше, 20-граммовую. Я уже там использовала. Вот, просто замечательная. Меня там покусали комарики. Правда, комары там такая редкость. В нашем отеле вообще нет комаров. А где-то на улице меня покусали. Я тут же намазала, и на следующий день все прошло. Очень легко открывается. Вот так вот. Так же хорошо от головных болей, от каких-то суставных болей. Тоже меня вот продолкодиционер помажешь, и утром как огурчик. Тоже взяла себе и подругам. Вот такие две коробочки. И еще дополнительные взяла. В каждой коробочке там по 6 штук. Вот так она выглядит. Тут уже одну ее вытащила. Еще перед отъездом еще дополнительные взяли 4 штуки. Я их, правда, отдельно упаковала, потому что запах, конечно, очень сильный. Вот такие таблеточки взяла от паразитов. Нам рекомендовали. Одна фачка, но там всего одна штука. Стоит 20 донгол. В общем, как приезжаете, надо выпить одну таблеточку. И хватает, говорят, что на полгода. Защита. Ну, в общем, погибают все глисты, все паразиты. Вот такие, значит, капли. Вот так вот они называются. Фибензон какой-то. Кабротоксан. Тоже взяла себе и на заказ. Тоже от суставных болей там. Это в виде мази. Я ее не открывала, не пользовалась. Так что не знаю. Не тестировала еще. Взяли, значит, от греков. Вот такие мази разные. Ну, вот так вот она выглядит. Вот эта мазь. Ну, вот это все из лекарств. Дальше я взяла, значит, такое очищение. 45 донгов стоит. Молочная пенка для умывания. С экстратом огурца. Я уже использовала ее. Замечательная. Немножко скрабирует. Вот так хорошо очищает кожу. И взяла вот такой крем вокруг глаз. Вот такой взяла. И еще вот такой. Это все корейские крема. Вот этот подороже. У нас стоит 2,5 тысячи деньги. Вот так вот. Цеклянная упаковочка. Калагеновый. А этот взяла на каждый день. Ну, этот дешевый. 600 тенге. Но тоже неплохой. Вот так вот выглядит. Роликовый. Аппликатор такой. А этот, значит, экстрат алоэ вера и огурца. Вот. Затем. Что еще я взяла? Значит, перейдем. Самое главное – это продукты питания у меня. Я очень много чего взяла. Тоже на заказ там. Себе, детям. Вот такой какао взяла. Просили у меня. Это я брала в сапфире. Вот какао. Вот. Затем это тоже заказ. Это куркума. Вот так она выглядит. 25 донгов. Взяла сухое молоко. Кокосовое. По 10 донгов. Это все сапфири. И пищевой агар-агар. Вот такой. 25 донгов. Взяла, значит, соевый соус. Соевый соус у них очень дешевый. Я бы, конечно, еще привезла бы. Но оно, видите, это жидкость. И довольно-таки вот тяжелое оно. На наши деньги тоже стоят сущие копейки. Начиная от 200 тенге. Самое дорогое – это 500 тенге. Соевый соус у них просто замечательно. Вот я взяла. Вот такую баклажку полтора-литровую на пробу. Затем, что я еще взяла? Конечно же, я взяла рис. Я прям хотела рис сделать. И взяла рис. Вот такой. Это липкий рис. Не обычный такой. А наша чай-псария. Как наша чай-псария. Она там стоит. Очень такая цена. Вот это взяла. Один я Наташе отдала. Один Лене отдам. Один себе. И вот такой. Вот такой рис. Там стоит, знаете, где-то в районе 500 тенге. В общем, очень недорого. Взяла, значит, рисовую муку. Это именно такая мука, из которой делают рисовые блинчики. Вот такая. Ну, точно такая. Просто здесь была акция. Значит, за рисовую муку, плоти за рисовую муку. А вот это вот крахмал идет в подарок. Крахмал. Из которых делают манёфи там не к ней. Ну, манёфи, конечно, я не буду делать. А пригодится мне крахмал. Может, сделаю кисель. И еще что-то там. И набрала еще чаев. Сейчас я покажу, какие чаи у меня. Значит, вот такой взяла чай. Имберный. Имберный я люблю. Я взяла имберный. Это сапфири брала. Так же в сапфире я взяла вот такие чаи. Значит, молочный. Жасминовый. Ну, опять же, молочный. Молочного я взяла побольше. Мне очень нравится. И обычный черный чай. В общем, вот такие чаи. На ночном базаре я взяла орешки кешью. В прошлый раз мне Лена привозила. Мне очень понравились. Вот тут по полкило. Себе взяла Наташа и Лене. Наташа я уже отдала. Осталось Лене отдать. И манго взяла. Это тоже на ночном базаре. Вот это манго без сахара. Я взяла Ни Ок. Или морские водоросли. Они, конечно, немножко дороговатые. Это корейские. Видите, корейские иероглифы. Стоит она 40 донго. Но, в принципе, не так дорого. 40 донго. Это получается 800 тенген. Мы его обычно добавляем в суп. В общем, вот такие водоросли. И, конечно, я взяла очень много кофе. Сейчас покажу, какой же я взяла кофе. Кофе у Вьетнаме вообще классный. Любой. Даже три в одном. Он очень-очень замечательный. Прям не сравнить. Нашим макофе вообще даже близко. Я даже не стояла. Когда мы ездили в Далат на экскурсию, я взяла вот такой кофе, который нужно варить. Так, это кофе, значит, смесь кофе. Называется у них кули. Называется там арабика, робуста. В общем, такой кофе. Здесь полкило. Она стоит 130 донгов. Видите? Это очень хорошая цена. Кофе у них, как я говорю, очень замечательный. Взяла вот такой чёрный растворимый кофе. Просто. Это тоже на заказ у меня. Это гранулированный. Обычно кофе не пакетированный. А вот такой вот растворимый. Взяла также вот такой кофе. Ну, это же уже получается он растворимый. Там 18 штук. Этот кофе три в одном. С сахаром, с молоком. Но, знаете, они сахар очень мало ложат. И поэтому его очень приятно пить. Подходит, кто соблюдает диету, диабетикам. Такая пачка стоит 80 донгов. Как я говорю, у них кофе весь хороший. Потом взяла вот такой. Жей Севен. Это пакетированный. Здесь содержится сколько пакетиков? 15 пакетиков по 16 грамм. Это кофе два в одном. Тоже вот замечательно. Мы уже пробовали. Одну пачку я дала Наташа. Вот. Очень хороший кофе. И на подарочки я взяла вот такой кофеечек. Он стоит 15 донгов. Это я взяла с сахфири. Я думаю, на подарок вообще просто замечательно будет получить любому приятный такой вьетнамский презент. Набрала очень много лапши быстрого приготовления или так называемые бич-пакеты. Но бич-пакеты у них очень вкусные. Вот я взяла в разных вариациях. И вот такой, и вот такой. Вот посмотрите. Единственное, знаете, я выбрала стеклянные лапши. Вот эти все бич-пакетики, они и стеклянные лапши. И стоит очень бюджетно. В районе там 6, 10, 12 донг. У нас сегодня закуп опять. Сходили в супермаркет. Винмарт. Значит, что мы там приобрели? Мы приобрели вот эти лапши быстрого приготовления. Ну, вот эта лапша очень нравится нам. У нас сделана, знаете, из стеклянной лапши. Очень хорошая. Нам, в общем, понравилась. Вот мы ее взяли. Вот таких раздовидностей 3. Возьмем ее с собой в Казахстан. У нас такой лапши, конечно же, нет. Она, знаете, вот мы сегодня вот это попробовали. Вот заварили ее. Она напоминает вот суп фо. Суп фо. Можно еще туда зелень положить. Чуть-чуть соевого соуса. И вообще будет очень вкусно. И стеклянной лапши. Значит, взяли, значит, было акцией. Вот такие печенья взяли. Одну берешь, одна в подарок. И стоит 32. Ну, я буду цены не точно говорить. Так, примерно около лапша. Где-то около 8. Так стоит каждая. Вот такой йогурт взяли. Фруктовый. И в чай взяли красночки. Это наши покупки в супермаркете. Затем мы зашли в сапфир. Не удержались и зашли опять. А, кстати, мы еще в супермаркете взяли мандаринок. Мне что-то манго уже по 1 доело. И взяла я мандаринки. Чуть-чуть буквально. Мандарины у них тоже недорогие. 60 донгов стоят. А вот эти покупки у нас со сафира. Взяла кофе на подарок. Вот такие. Кофе. Тут 100 грамм. Стоит 15 донгов. 4 штуки взяла. Вот такой. Это уже растворимый черный кофе. Но он хорошо. Вот он пакетированный. Да, пакетированный. Здесь сколько пакетиков? Сейчас посмотрю. 15 пакетиков. Стоит 25 донгов. Вот такой чай имбирный. Тоже стоит 25 донгов. Взяла, конечно, много всяких вкусняшек. В частности, вот такие орешки. Они очень вкусные. Мы прям подсели на них. И стоит около копеечки. Так, детям взяла конфетки. И нежели ему вот эта манга. Замечательная. Это я взяла в сафире. Вот. Вот такие конфетки. Тоже такие мягенькие. Тоже очень вкусненькие. Уже пробовали. Вот такие чипсики. Вот такие чипсики. Вон ми. Так, вот еще орешки. Вот такие чипсики. Уже пробовали с Наташей. Они с морепродуктами. Вкусненькие чипсики. Палочки-поки. Вот такие печенья. А выглядят они вот так. Каждая печенюшка вот такая. Вот такие еще чипсы. Ну, а эти чипсы, они из рисунка. Тоже очень вкусные. Мы уже их тоже там наелись. А это я привезла детишкам. Так, ну и всякие там. Вот такие кокосовые вот они чипсы. Наташа я тоже отдала. Ну, а из вещей мы что взяли? Из вещей я взяла платье к себе. А муж взял ремень. Из крокодиловой кожи. Платье вы уже видели мое желтенькое. Поэтому я неоднократно снималась видео в этом платье. А ремень обычный. Кожаный ремень. Из крокодиловой кожи. Мужской ремешок. В общем, вот такие у меня покупочки с Вьетнама. В этот раз, конечно, очень много у меня получилось. Как я говорила, Вьетнам это такая страна удивительная. И продукты вообще, все-все у них очень дешево. Очень много морепродуктов. Наверное, съезжу еще раз. Мне очень там понравилось. И вам тоже рекомендую. И всем, кому понравилось, пожалуйста, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочки Дона Елена Традо. Буду очень всем признательна. А пока всем до свидания. Ждите моих следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!